Привет, друзья! Вы на канале «В поисках золота и старины» и меня зовут Дмитрий, для тех, кто не знает. Сегодня вы узнаете интересную историю о необычных находках вов. Вот так вот жили люди и не догадывались, что у них под ногами, рассказывает поисковик. В сентябре он устроился на работу в магазин электроники. С одной из коллег у него зашел разговор о раскопках на Невском пятачке. Она рассказала, что не так давно им на следство достался дом, который как раз находится в районе этого пятачка. Поисковик сразу предложил ей проверить участок. Вдруг что-то могло остаться с того времени, с войны. Спустя несколько дней, посоветовавшись со своим мужем, коллега по работе дала положительный ответ, и наш герой с друзьями приступили к работе. Большую часть дня они копали над территорией своего лагеря, и только к 4 часам добрались до участка на берегу реки. После двух часов поиска удалось обнаружить только солдатскую печку. Поисковики даже чуток расстроились, подумали, что наверное здесь нет ничего. Но все же решили чуток отдохнуть и продолжить позже. Наверное была чуйка. И вот у одного из ребят щуп ударился о кость. Кто-то спросит, а откуда он знал, что это кость, а не камень или чего-то подобное. Но эти ребята профи своего дела, и щупом на глубине могут распознать все что угодно. Начали медленно и аккуратно расчищать. Стало понятно, что это солдат, и тут он не один. Пришлось расширять яму и убирать резиновые коврики, которые были выложены в качестве дорожки к берегу реки. А люди годами ходили по этой дорожке к реке и подумать не могли, что у них под ногами лежат неопознанные герои. Вот так в жизни бывает. Когда-то именно тут шли бои с врагом за свою родину, а теперь дорожка к реке и ничего не напоминает о том страшном времени. Ближе к бане на глубине 20 сантиметров показался козырек от каски, а в нем был череп. Поисковики даже замерли на несколько минут, насколько сильная была картина. Пустые глазницы словно смотрели сверху вниз и хотели что-то сказать. Может быть спасибо ребята, наконец-то вы нас нашли и мы вернемся домой. Расчищая район воротника, нашли петличную эмблему. Кубик лейтенанта. Коррозия почти съела всю эмаль. Этот кубик чуть не выбросили за брусер вместе с многочисленными осколками. В районе сапог лежала ложка, на которой была подпись, но коррозия мешала прочесть имя солдата. Решили, что лучше чистить дома в специальном растворе, чтобы не потерять имя. В соседней яме ребята обнаружили еще одну ложку. Начало темнеть. Владельцы участка принесли парням лампу и решили посмотреть, что те выкопали в их саду. Увидели они жуткую картину. Между яблонь проходила небольшая траншея, на дне которой лежали останки четырех советских солдат. Чтобы ничего не пропустить и не потерять, поисковики решили остановить работу и продолжить раскопки на следующий день. Ложку, которую нашли у командира, на ночь положили в раствор, благодаря чему стало возможным прочесть надпись «Гришин». Парни еще находились в окопе с неопознанным солдатом. Как позвонил их товарищ и сказал «Ребята, мы его опознали, опознали, это младший лейтенант Гришин Кузьма Алексеевич. Ему было 26 лет, командир взвода 115-й стрелковой дивизии. В Красной армии он с 1936 года». Только представьте, друзья, всего-то 26 лет. У него еще вся жизнь была впереди, но война внесла свои поправки. В наше-то время, в 26 лет, некоторые молодые люди еще без родителей и шагу ступить не могут. Но ролик не о том. Поисковики очень обрадовались тому, что удалось опознать солдата. Эта новость придала им сил, и они с двойным усердием продолжили работу. Все личные вещи были собраны в отдельный контейнер. У молодого лейтенанта был диск для ОПД. Кто не знает, это пистолет-пулемет Дегтярева, так и не отстрелянный. Два курительных штука и ложка, благодаря которой его и опознали. На груди нашли знак ГТО «Готов к труду и обороне». По данным ОПД следует, что в Москве у Кузьмы осталась жена. Проживала она по адресу улица Полковая, дом 20. Это район Марьиной Рощи, но, к сожалению, сейчас там уже нет такого дома и стоит многоэтажка. Но парни так легко не сдаются. Потребовалось еще больше месяца, чтобы выяснить, куда она могла уехать. Удалось установить, что в 1940 году у лейтенанта родился сын. Поисковики надеялись, что он будет жив, но, увы, поиски закончились не так, как хотелось бы. Сын героя Владимир умер в больнице, рядом с которой его и похоронили. У него была семья и остался сын, который приходится внукам лейтенанту Гришину. Конечно же, с родными связались, но к большому сожалению и удивлению о командире взвода Кузьме Алексеевича, они ничего и знать не хотят. Вот честно, когда делал ролик, прям комок в горле стал. Ничего знать не хотят, это как? Да как так? Их прадед в 26 лет отдал за их мирное нема над головой. Жизнь они знать не хотят. Люди провели такую титаническую работу. Это же надо после скольких лет отыскать солдата, установить по крохам информацию о нем, его имя, родных. А они... Да ну... Я не знаю, что у родных за причины, но они решили поступить именно так. Но очень бы хотелось услышать их мотивацию. Может у кого-то из вас, друзья, есть свои варианты, а может кто-то знает, но источник утверждает именно так. Огромное спасибо парням за такую работу. Наконец-то лейтенант Гришин вернулся домой. Нельзя, друзья, забывать прошлое ради будущего. Спасибо вам за просмотр. Кто хочет высказаться, не стесняйтесь. Пишите свои мысли вслух. Возникнут вопросы, пожелания, замечания. Пишите, все обсудим. Спасибо, что вы со мной и до встречи на канале. Пока-пока.